Ежегодно перед началом сезона женский волейбольный клуб «Заречье Одинцова» проводит встречу с болельщиками и журналистами. Презентация команды перед стартом начинается с открытой тренировки, на которой можно увидеть состав команды, познакомиться с новичками. В этом году у клуба пополнений пять новых игроков. Включая игравшую в одном из предыдущих сезонов в «Заречье» связующую Ольгу Ефимову, на этой позиции также будет выступать Наталья Непомнящих. Новичок команды Ксения Смирнова, игрок молодежной сборной и дебютант чемпионата мира Ольга Бирюкова, пришла в команду и «Либера» Евгения Баяндина. Новый сезон «Заречье Одинцова» проведет без своего лидера Екатерины Панковой. Пришли Ольга Ефимова и Наташа Непомнящих, плюс «Либера» Баяндина. То есть у нас Саша Аганезова, мы дали ей возможность играть в Череповце, в высшей лиге, чтобы она, как говорится, росла и она вернется к нам. Ну а сейчас Женя Баяндина у нас играет, плюс Ксения Смирнова, это ровесница, 98-й год, молодежная сборная России, серебряные призеры прошлогодней чемпионата мира. То есть это девочка хорошая, очень она играла в высшей лиге, а сейчас мы ее, как говорится, пригласили к себе. Все финансовые шероховатости позади, впереди только игра. Генеральный директор Центра спортивной подготовки номер 6 Анна Деринг заверила журналистов и болельщиков, сложности с финансированием у команды в новом сезоне не будет. План прост. Борьба за место в зоне Еврокубков и по возможности за призовые места чемпионата России, который в этом году является открытым. В схватку за титул чемпиона вступают два новичка – калининградский «Локомотив» и белорусская «Менчанка». Эти команды сильные, да, потому что Калининград команда с хорошим финансированием, они взяли, так сказать, кубинку, кубинку, приличный очень игрока. Плюс играет Воронкова, перешла из Казани. Воронкова вообще у нас играла в сборной в составе, все, и Лигу нации начинает, то есть она весь сезон проиграла и играла здорово, поэтому это, конечно, большой плюс. Плюс Рысева наша там, Даша, мы специально дали ей возможность тоже играть в хорошем клубе, так как думали, что Панкова останется, поэтому Рысева должна там поиграть, но не важно, она будет там. И плюс центральная там сильная, там хорошая центральная, подскальная, Щукина, Орлова, то есть игроки там очень хорошая команда. Кминчанка, да, Кминчанка играла Лигу, Лигу чемпионов, обыграла Уралочку, если вы знаете, в том году, помните вернее, она обыграла команда, выбила нашу команду Российскую из Лиги. На встрече с болельщиками и журналистами капитан Заречья Одинцова Валерия Гончарова поблагодарила и тех, и других за поддержку. Председатель Московской областной федерации волейбола Игорь Наумов отметил работу всего тренерского штаба в подготовке команды. Далее традиционное вручение маек, игроков, новичкам, а после череда вопросов. Как вам удается, при неживотной ротации команды, у нас много меняется, не один по человеку и животным, а чуть ли не половина команды, по пять человек меняется. Как вам удается сохранять все-таки хороший уровень игры, чтобы вы не попадали на 10-12 место, ведь это очень много значит. Нам приходят лучшие молодые девушки, которые у нас в России, поэтому мы с огромной надеждой тренируем и живем все вместе, что они проявятся и будут на самом пике, на самом верху. Для своих преданных поклонников Заречья Одинцова подготовила сюрприз – розыгрыш призов. Победителей выбирала капитан Валерия Гончарова. По окончании встречи ее участники могли взять автограф у игроков команды, сделать совместное фото или просто пообщаться. Первый матч чемпионата России Заречья Одинцова проведет 9 ноября с командой «Ленинградка», а домашняя встреча состоится 17 числа с краснодарским «Динамо». Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.